Итак, ZBrush 2019 продолжаем делать от персонажа, именно Рыцаря. Так, нужно поработать теперь с этой нижней частью. Давайте посмотрим, что тут вообще можно сделать. Отключаем, включаем, значит теперь персонажа просто. И отключаем через Shift левая кнопка мыши, все ненужные вот эти саптулы. Что нужно сделать теперь? Так, теперь нужно замаскировать вот эту часть. Делаем Ctrl и можно вот какую-нибудь квадратную часть вот такую добавить. Так, вот такая штука, да? Так, X симметрию сейчас отключу, X. И вот так вот боком как бы поставить. Вот так вот. Чуть-чуть выравниваем. Ctrl, левая кнопка мыши вытягиваем вот такую вот маску. И где-то вот сюда ее подставляем. Так, есть такое дело. Теперь вот эту маску Ctrl, Alt нужно счистить. И вот эту маску тоже Ctrl, Alt нужно прибрать, чтобы лишнее у нас потом не экстрактом не вытянуло. Так, делаем дубляж. Ну, в принципе толщина пойдет. Делаем Ацепт. Снимаем маску. Так, вот эту вот часть, которая попалась, Ctrl, W, нажимаем на вот эту часть. Так, сначала значит делаем Ctrl, W, все это одну полигруппу. И вот этой полигруппе делаем Ctrl, W, чтобы ее скрыть. Так, что тут получилось. Делаем Modify Topology, DLHidden. И у нас вот такая вот заготовка. Делаем ей Ctrl, D, смягчаем. DLHidden удаляем. Shift сразу можно ее чуть-чуть выгладить. Ну, в принципе делаем ей Dynamesh. Делаем Dynamesh. Все, эта часть у нас есть. Включаем все саптулы и сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, вот такая штукенция. Теперь мы ее выше поднимаем до пояса. Вот сюда. Так, пояс нужно потом сделать здесь потолще, чтобы это дело все перекрывало. Все это идет дело по ноге. Пускай так и установлено. Ну, единственное, что я хочу, я ее, наверное, Moff Topology. Или просто... Не, давайте Moff Topology. И чуть-чуть, наверное, сделаем ее пошире. Вот так вот. Так, здесь нужно сделать, чтобы она от ноги отлипала. Потому, что это будет отдельная деталь. Ну, толстая она нам тоже не нужна. Так, вроде что-то в таком духе, да? Вот эту часть верхнюю еще можно подтянуть к верху. Вот так вот. Ну, и чуть-чуть отвести от ноги. Вот так вот. Делаем теперь в геометре, делаем Moff Topology, Mira, N12. Вроде все нормально. И добавим такую же заднюю часть вот эту. Так, задняя часть. N включаем. Включаем опять же тело. Отключаем все софтулы ненужные. Маску снимаем. И маску добавим. Control. Пробел. Вот сюда ее вытаскиваем. Пока вот таким вот делом. Опять же делаем экстракт. Делаем ацепт. Снимаем маску. И вот эту часть можно, значит, вытянуть. Вот таким вот образом. Перетягиваем ее назад. Чуть-чуть отводим. И чуть-чуть подтягиваем к телу. Вот так. Включаем видимость всех софтулов. Шрифт левой кнопкой мыши. Угу. В принципе, можно чуть-чуть еще растянуть. Вот так вот. Теперь мы ее опять же выглаживаем. Делаем ей дайномеш. Геометрия дайномеш. Можно немножко ее обрезать. Так. Это Control-Shift. Трим-Рект. Чтобы она была ровная. По верхам. Так. Ну а теперь Move. Topology. Чуть-чуть все это дело здесь комбинируем. Подгоняем. Как бы вот. Нормально вот так вот устанавливаем. Чтобы как бы она висячая была. Так. Ну и вверх чуть-чуть, наверное, уводим. Вот сюда вот так. Делаем Modify. Topology Mira and Well. Еще можно чуть-чуть ее выгладить. Добавить ей формы какие-то. Типа по заду. Угу. Ну в принципе что-то эдкое получилось. Так. А вот эту часть нужно одну удалить. Control. Так. Сначала опять же Control-W. И вот этот тоже. Control-W. И одну удаляем. Ну а так можно ее, наверное, попробовать вперед еще. Давайте. Вытащим. Итак. Вот такая штука получается. Так. Переднюю вот эту часть. Эту скрываем. А вот эту, наверное, дизму чуть-чуть сделаем поменьше. Вот таким вот образом. Ну да. Можно даже еще поменьше. И вот эту часть сюда уводим. Вот так вот. Как бы наискось. Это пусть висит. Теперь подсадим ее чуть-чуть вглубь. Вот так вот. И сделаем Mirror and Well. Так. Ага. Mirror and Well. Ну вот что-то в таком духе. Никак не получается именно отойти вот от этих шмоток. От этих тряпок. потому что плохо смотрится так у нас. Боковые тоже вот эту часть натягиваем вот сюда. Эту часть сюда. и чуть-чуть надуваем. Вот так. Делаем Mirror and Well. Так это подогнали. Теперь нужно сделать вот эту вот часть. Так. Это уходит подальше. Здесь как бы тоже затягивается и уходит в общую вот эту картину Mirror and Well. Смотрим, что получилось. Ну, вроде что-то этакое. Здесь штаны пролепим. Все это нормально. Теперь еще что я хотел сделать. По бокам нужно добавить ну, как бы броню, да? Давайте сделаем броню. Откроем новый Tool. Откроем Можно добавить именно как сказать кольчугу. Ну, давайте как вот в этих персонажах разных делаем вот такую штуку. Значит куб. А, так это Make Polymesh. Куб теперь сплю с ним. Вот так чуть-чуть его так вот поставим под углом. Немножко его еще сплю с ним. Теперь Ctrl левая кнопка мыши вытягиваем еще один вот такой вот куб и делаем вот такую штукенцию. так чуть-чуть чтобы борт был побольше. Опять же Ctrl ну, на одинаковую такую ширину делать приблизительно. Опять же Ctrl и побольше их. получается как бы вот такая лесенка, да? Вот это будет наша кисточка. Заходим на наш проект вот сюда и в SubTool добавляем значит Append вот эту вот штуку. вот эту N-панель на нее переключаемся Gizmo перекручиваем подводим к нашей вот этой ляжке еще раз перекручиваем здесь теперь нам нужно ее Skyl уменьшить подтянуть повыше подставить к этому SubTool вот так вот и немножко сплюснуть получается что-то вот такое еще выше ее поднимаем вот так в принципе нормально теперь нам нужно оставить включенный вот этот SubTool и N вот эти боковушки сначала выключаем включаем боковушки и N переключаем на вот SubTool тоже его включаем так перекручиваем выравниваем подгоняем включаем теперь кисточку которая позволит нам все это делаем ну как обойти этот SubTool именно по его форме называется она Matchmaker вот это и так кисточку теперь побольше и ведем от середины вот 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 так что это у нас получается вот она обошла согнула ее мы ее теперь подкорректируем чуть-чуть чуть-чуть подставим вот так и немножко перекрутим чуть-чуть ее вытянем ну как-то вот так наверное так наверное еще и уменьшим и попробуем этой кисточкой еще раз ее обойти ну вот уже нормально так немножко подкручиваем так мофт опологи немножко вот надо так это всему этому нужно сделать теперь давайте сделаем дай нам и чтобы это все спаялась дай нам и сделаем значит на показателях ресурс резолюцию чуть-чуть побольше вот так смотрим что получилось вот одна полигруппа значит ctrl-z делаем ctrl-d смягчаем ее вот такая штукенция а теперь а теперь делаем дай нам мэш во ну теперь нормально ее как бы поглубже оп чуть-чуть подгоняем уменьшаем перекручиваем вот вот теперь она нормально будет смотреться ну вот эту часть можно уже какую-то подкорректировать подкорректировать вот здесь вот где-то подтянуть подкорректировать сделать вытянутую немножко чтобы на щиток был похож и вот эти нижние верхние тоже чуть-чуть подтянуть о ну чтобы не испортить конечно внешний вид так есть такое дело ну и сзади тоже такую же делаем значит аппент добавляем нашу пересопку ну типа заготовку N включаем ее в саптулах перекручиваем так вот так видите вот таким вот образом перекручиваем ее вот так уменьшаем опять же повторяем скайл и подтягиваем вот к этой части вот так вот теперь оставляем включенный вот этот саптул и вот эту часть на которую будем проецировать вот она по-моему да вот на эту часть включаем N саптул вот этой решетки опять же нам понадобится вот эта кисточка которая все это дело будет округлять вот это вот и все это дело мы подставляем к нашему вот этому материалу типа вот так делаем Ctrl D смягчаем все это дело и опять же дай нам резолюцию опять же побольше ну вот что-то в таком духе и немножко ее можно в материал вот этот край погрузить чтобы вот этого не было звена видно вот так вот делаем модифика поджим мира Antwell какую-то часть можно вот тоже опять же подтянуть вот так это чтобы не моделировать в принципе нормальный такой вариант для этих штукенций делаем теперь дубликат в саптулах вот этой модели делаем дубликат и дубликат перетягиваем на переднюю часть значит перекручиваем подгоняем и нужно ее как бы зафиксировать теперь на этом месте вот на этой детали мы ее вытягиваем подтягиваем вперед немножко перекручиваем уводим еще наверное назад вот так и здесь нам понадобится уже вот эта деталь именно вот эта передняя значит нам тебе нужно оставить вот эту деталь включенной и N переднюю деталь найти она же вот опять же она включена так преобразуем по вот этой части что что не надо обрежем а что нужно подтянем подставим вперед вот сюда и и с помощью мофта apology или оставим ее здесь вот в таком духе наверное что прикольно смоется можно немножко вот здесь конечно порастянуть ее но чтобы задний материал типа был виден мира NPL включаем видимость всех саптулов смотрим что получилось а получилось и неплохо ну в принципе уже это что-то да так видеть теперь нужно фантазировать чего ему еще тут добавить значит давайте сделаем ну штаны я не буду показывать как делать складки там то сюда так рубашку я тоже не буду показывать тут тоже а вот что еще нужно сделать добавить ремни вот сюда не буду я заморачиваться с кисточкой значит так добавим просто значит добавляем цилиндр N английская переключаемся на цилиндр делаем ему Ctrl D чтобы чтобы он стал мягкий теперь мы его просто тупо перекручиваем Skyl уменьшаем сплюсь с ним его сделаем вид какого-то ремня подведем к нашему доспеху и будем так уменьшать уменьшать так и теперь подставим к руке можно потом будет руку именно вычесть из этого типа цилиндра или в принципе для анимации так оставить вот здесь уже получается у нас какой-никакой крепеж так вот сюда чуть-чуть подмышку поближе и делаем геометри мира and well так the low удаляем дивайды которые мы добавим и мира and well вот теперь два ремня у нас есть уже пока разбиваем вот этого персонажа на какие-то детали с этими деталями понятно теперь что хотелось сделать я вот хочу сделать ему шлем такой как маску и чтобы он открывался да так я здесь по-моему уже набрасывал его а ну-ка так вот такая маска вот такая вот маска как ее сделать я начал писать записывающие вот это программу отключил и получается я ее пролепил но походу не снял давайте еще раз расскажу как я ее делал тоже нафиг я ее выключал так ладно повторение мать учения N открываем персонажа открываем все ненужное маскируем любую вот часть делаем экстракт это именно в саптулах ну как вот одежду там это и получается у нас задняя часть вот этого шлема вот так вот вот это экстракт также делаем с лицом и получаем вот такую заготовку на которой мы уже можем вылепить любую маску можем сделать шлем можем вот такого персонажа это я уже лепил и по-моему вы этого уже не увидите повторять не хочу я ее бывают такие штуки обидно конечно ну вышел покурить а тут вот тебе на забыл ее включить и все думал она включена ну получается вот такая маска это набросок пока здесь еще будет как сказать я буду вот эту часть тоньше делать вычитать вот эту маску вот эту маску вот из этой же такой дубликатом чтобы внутри именно вот эти были тонкие стенки и вмятость как будто это и правда маска глаза буду делать вычитание в принципе ничего такого серьезного не пропущено но единственное что вот как вот это все пролепли можно повторить ее могу оставить вот эти в другом ролике могу вот эти все скриншоты прислать если кому-то они конечно нужны итак включаем смотрим что получилось получился пока вот такой персонаж вот так он пока выглядит теперь я с задней частью шлема разберусь может быть какие-нибудь узоры здесь на плиту такой плетеный будет персонаж такой шлем ну в принципе доработаю штаны чуть-чуть проработаю рубашку вот эту майку здесь складки какие-то налеплю ну и такого-то ничего серьезного не осталось вот не знаю добавлять сюда рисунки на колени нет если надо то напишите сзади вот здесь вот ремни добавлю давайте посмотрим по-быстрому как их сделать опять же включаем кисточку курс треп снэп включаем н включаем подготовки обуви делаем делаем ctrl w и все остальное можно в принципе не удалять давайте так и будем тянуть по персонажу вот такая штука вот у нас получились уже как бы ремни вот такая штук кенция можно хвосты даже вот эти оставить вот эти снимаем выделение снимаем маску так и нужно все это дело разделить сплит гроуп сплит окей одни бахилы нужно удалить вот эти делит окей остаются у нас шнурки так где они тут у нас остаются все вот 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 делаем ctrl d смягчаем так это дело мы смягчили смотрим что получается где-то что-то наверно можно выгладить где-то что-то наверно как-то обрезать геометрии делор и пробуем так вот раз обрезать где-то делаем дайна мэш чтобы это все дело не ломалась делаем резолюцию побольше чуть-чуть и теперь кисточкой но в топологи вот эту часть уводим сюда и выводим ее допустим вот отсюда и эту часть тоже уводим вглубь и выводим из обмотки так эту часть вот поднадуем на эту еще дальше и побольше выводим так вот здесь можно какие-то клёпы добавить вот так если чуть вперед потянуть то можно как гайки какие-нибудь или можно и загнуть но в другую сторону так как бы ну замаскировать сначала конечно вот так вот маскируем и вот эту часть можно гнуть как хотите вот так такая штука получается выглаживаем там что-то добавляем получается вот такая штукатура и так всем пока в следующем ролике давайте набросаем значит щит и набросаем меч или в принципе наверное уже не буду показывать как я доделал детали делаем щит делаем меч а потом уже этого персонажа может на анимацию в кости может заброшу в миг сама еще раз краска будет кстати текстурирование ну вот такой пока получается набросок персонажа тут конечно еще делов с ним согласитесь уже выглядит классно можно еще голову хочу срезать кстати и подставить сюда голову вылепить персонажа какого-нибудь чтобы маска открывалась и там под ней был именно нормальный такой пацан или ну да скорее всего пацан девка тут не покатит все всем пока